Народ, у нас в VPN появилось ещё несколько стран, и если у вас уровень спонсорства выше, чем обычный, то можно получить сразу несколько ключей. А в связи с тем, что плата лишь символическая, то это очень даже выгодно. И конечно вы получите вечный доступ на наш Майнкрафт сервер, зайдя всего лишь на него один раз с любым уровнем спонсорства, далее спонсорка уже будет просто не обязательно. А на этот сервер у нас планы серьёзные, будет его поэтапное развитие. Рекомендую заценить дорожную карту, пост открыт для всех. А если вас Майнкрафт или VPN не интересует, то рекомендую ознакомиться с другими классными бонусами. Ссылочка на бусте в описании. Спасибо. Всем привет, я Эмбро, это Хельсофарян 4, с модом на современность играем с вами за Ирак Саддама Хусейна, и не так давно мы победили американцев, отбили их вторжение, и они объявив о своей победе, свалили. Потому что победа, она в кавычках. Сейчас Саддам Хусейн живёт и, ну и не здравствует, правда. Дело в том, что у него шиза, и у Альцгеймер. Из-за этого он делает иногда неприятные вещи. Например, сейчас он принимает холодильник за сейф. Он перевернул дворец, лихорадочная, разыскивая свои деньги, которые он хранил в надёжном сейфе, в хранилище. Не помня об этом, Саддам принял холодильник за сейф, полагая, что кто-то украл его деньги и спрятал его в другом месте. Короче, минус 25 миллиардов. Хорошая сумма. Но иногда забирают стабильность, политвласть, популярность партии. Значит, так как американцы мы отсюда выгнали, влияния у них здесь больше нет, поэтому наше влияние нужно распространять. И как мы это сейчас делаем? Ну, во-первых, Саудовская Аравия. Мы пытаемся получить контроль над монополистом нефтяным, который, ну, вообще самая такая дорогостоящая компания нефтяная. Но, чё-то как-то тяжело это даётся. Это, во-первых, дорого, во-вторых, тяжело. Сейчас здесь влияние нужно 40% накопить, мне пока 33, это я постепенно этим сейчас занимаюсь. И набили мы уже 44 контроля из 100. А вот нужно сотку, и мне сказали в комментариях то, что мы тогда полностью возьмём под контроль всю нефть Саудовской Аравии. А это, ну, как видите, очень большие запасы нефти. После войны пока что я ещё параллельно с вот этим вот распространением нашего влияния занимаюсь развитием нашей страны. Проводим национальное возрождение. Сейчас словим экономический бум, а далее я пойду вот сюда, вот буду получать бонусы на экономику, тоже вон нефть. Получим восьмёрку, а это хорошая сумма денег, даже от восьмёрки. А прикиньте, Саудовская Аравия нефть получит. Военные заводы, промышленность гражданская, офисы, так что тут всё полезно. Саддам разжигает пожар. Ранее сегодня, когда Саддам посещал местную деревню на окраине Рудбейс, Саддам закурил сигару, которую забыл потушить или даже выкурить. Эта же сигара попала в один из домов, который загорелся, и оттуда огонь в конечном итоге распространился на большую часть деревни. Саддаму сообщили о причине инцидента, но он постоянно утверждал, что не курит уже много лет. Какой ущерб? Ну, инфраструктура минус один уровень. Ну ладно, в принципе, инфраструктура пускай. Главное, наши фабрики не трогайте. Вон, сейчас у нас, кстати, их неплохо, но нужно ещё больше. Очень много фабрики нам нужно, так что давайте здесь ещё построим, тут хорошая инфраструктура. Сирию сейчас присоединили, это территория нашей национальной, так что, в принципе, можно и здесь строить. Но пока давайте именно Ирак застроим. Также насчёт Пакистана. Здесь я бы не прочь продолжать поднижать, конечно, уровень автономии, чтобы получить ещё больше его экономики. Но это попозже. Главное сейчас нашу прокачать, потому что чем сильнее нашу, тем проще присоединять наших марионеток. А пока лучше заняться нахождением новых марионеток. Значит, кстати, Мексике, у нас здесь влияние 27%. Очень туго на Мексику идёт это влияние, на самом-то деле. Она крупная держава даже. Но рано или поздно мы её тоже законтролим. Ну и время от времени я здесь прожимаю вот эти вот решения, которые вот тут, кстати, прямо на десятку влево сгоняют. Которые склоняют нас в сторону секуляризма. Потому что здесь бонусы очень хорошие на мирное время. Да они даже во время войны будут помогать, потому что это деньги. Они как бы нужны в военное время, причём даже ещё больше их там надо. Так что выходим вот сюда, вот, а бонус, атака, хорошо, всякая поддержка войны, война обязана. Но это не так сильно роляет, деньги всё же важнее. Саддам Хусейн убит на мине. Несколько месяцев назад Саддам Хусейн решил, что хочет разместить сотни мин вблизи курдской границы, чтобы предотвратить нападение местных повстанцев. Чувствуя, что курдский народ его не любит, Саддам был вынужден посетить регион в одиночку и встретиться с местными жителями в знак доброволи. Затем Саддам взял машину из дворца и несколько часов ехал к границе с Курдистаном. В машине было достаточно топлива, чтобы доставить его до границы, а когда в машине кончился бензин, Саддам начал двигаться пешком. Забыв о аминах, где-то по дороге Саддам наступил на фугас и погиб на месте. Покойся с миром, наш любимый лидер. Вот так значит. В этой вселенной он умер и приходит к власти Удэй. Блин, Удэй. А я даже не брал фокус на него. Ну он в принципе чё, этот фокус-то дал бы просто модификатор некоторых. Там против коррупции, кстати, сложнее было бы бороться, но он коррупционер, это Удэй. Был бы, конечно, всё же Кусей лучше назначить, но я не успел просто фокус взять. Я думал, что время ещё будет, а Шиза быстро пришла и всё это заблочил. Поэтому Удэй так Удэй. И кто это у нас... Ох, 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 какой красавчик горячий, ты смотри, а. Гадина, тварь, а. Ну и что мы с ним будем делать? У него есть навыков, ну хотя бы только один бонус есть. Дебафов нету. Расходы минус 5 в военных, спасибо. Я думал, нам дебафов отсыпят, но нет. Видимо, образумился, когда к власти пришёл. Так-то этот Удэй знаменит неположительными вещами. И знаете, я уже набил 64% влияния. 66% влияния на Саудовскую Аравию. Она и её корпорацию, а рамка всего лишь 146. Ну давайте ещё раз её нажимать. Ещё 12,5 отдам. Мы столько денег отдали, чтобы Сирию присоединить, а тут ещё вот это вот. Нужно 50, чтобы вот это нажать. А я нажимал. Оно сейчас упало просто. Там шанс то, что упадёт, тоже есть. И поэтому я нажать ещё раз не могу. А тут как бы каждый раз потом вот это нажимать и каждый раз деньги отдавать. Я сейчас эту Саудовскую Аравию просто присоединю через марионетку. Шанс успеха переворота 35%. То есть, в принципе, может переворота сделать, набить влияние и сделать её марионеткой. И потом просто присоединить и всё. Это проще. Мне кажется, и дешевле будет, чем протекивать каждый раз вот этого. Я ещё буду пробовать. Попробуем, ладно. Я не сдаюсь пока что. Пока что. Потом посмотрим. Так, тут я уже, кстати, хорошо ушёл. Мы продолжаем двигаться. Ну и коррупция, кстати, сейчас 10 вообще. Да, я знаю, это ну такое себе. Но нам сейчас нужно много политвласти. Так что держим вот её. Хотя вообще можно было немножко понизить. То есть тут уже дебафы жёстки. Но мне нужно как можно больше политвласти. Хорошо то, что вот я сейчас продолжает путь своего отца. Совсем как в Вавилоне. Точно так же, как в своё время Вавилон и Ирак будет на пути к становлению великой державой. Получим два офиса, электростанцию. Отдадим 2-4 миллиарда. Хоть куда там я и так в долги залажу. Но деньги у нас сейчас вон выходят. Плюс, не менее 8500 получаем. Я там просто это, налоги приподнял. Ставка корпоративного уже 25, а была там 15. А на население 15. Было 14. Красиво было. Здесь, значит, получим ещё фабрик. Скоро встретишь, что офисов. Ну и уберётся вот эта вот идея неприятная. Которая забирала фабрики. Скоро встретишь, что минус 17. Темп исследований минус 12. Ну и объём производства минус 2%. Да короче, это уходит. И у нас страна ещё дальше продолжает быстрее развиваться. До этого, как я и сказал, здесь взял военные заводы, гражданскую промышленность, ресурсы. Тут ещё офисы получили. Бонусы некоторые. Вот скорость строительства, например. Здесь получили российские инвестиции. Россияне недавно пережили серьёзные изменения. И нам было бы полезно связаться с ними в надежде найти нового инвестора в нашу страну. Получили 2 офиса. Денежки. Здесь ещё потому, что китайские кредиты получили. 50 миллиардов. Далее. С СГПЗ поговорили. С Саудовской Аравией. Остальными странами. Ну так чисто пообщались. Порт. Судостроительный. Ну так. Самое главное будет у нас вот здесь. Восстановление ущерба. Потому что ещё больше нефти. Ты посмотри сколько у них тут. Да, конечно, это не тот кайф, который мы получим, когда заполучим этот у них. Но тем не менее, это тоже хорошо. В изоляционную экономику не выйти, так как здесь нужно именно в шизм удариться. Конечно, тоже хорошее, но мы будем двигаться вот сюда. Иностранные советники, инвестиции из Кувейта, торговля с Сирией, которой нет. В общем, будем, ну, не изолироваться, а быть современным государством. Так. Значит, насчёт Пакистана. Здесь он ранее начал увеличивать автономию, из-за чего мне пришлось в спешке поставить усмирение марионеток и пытаться его присоединять. То есть дальше я пока сюда вот не пошёл. Потому что как из Сирии, чем дольше мы тут протянем, тем больше очков он накопит от своего непрерывного фокуса, и тем дольше потом мы его будем присоединять. Как его можно забить, было бы на него не присоединять, но он как бы, ну, то хочется, а. Потому что ты тоже нефти хороший, есть промышленность, я его по-на застраивал, так что хочется его забрать. Потом Иран присоединим, может, Афганистан, и будет такая Аравская Федерация. Да, там, конечно, уже не сильные арабы, но у тебя не менее, пускай, зато красиво будет. Там, в принципе, сейчас я уже скоро понижу до автономного региона, а далее уже будет присоединение, то есть тут немного осталось. Жалко, что как раньше, ну, это, конечно, был сильный эксплойт. Конвои нельзя отправлять, не, ну, можно, конечно, вот, например, 500, но очков много это не заберёт, 75, ну, не, в принципе, если их там накопить, десятки тысяч, тогда да, но это сильно долго такое копить. А насчёт, кстати, Украины, здесь Петро Порошенко. Парается, вот. Ну, ладно, допустим, только нет. Так, тут ещё имеется у нас Республика Подоле, Марионетка Украины. И Львовская Демократическая Республика. Это субъект Федерации Украины. Она стала Федерацией. Вот такие вот дела. Кстати, по войскам, ну, неплохо. Даже у Марионеток там что-то да есть, вот 10 дивизий здесь. А Приднестровье, кстати, это Маринетка России. Но она не воюет. Хотя, Маринетку уже можно позвать. Давайте. Опа, автономные регионы. Следующий этап, всё, присоединяем. Сейчас у него стало здесь ещё меньше типа фабрик. Оп, 13 видали. Но это потому, что часть он отдал нам. Они сейчас сюда подошли. И я их же использую, чтобы его же застраивать, а чтобы ещё быстрее присоединить. Сейчас у нас вон сколько их. Если посчитать, 98. У Ирана где-то, ну, 60-70. Там, Египет. Ну, под соточку. Ладно. То есть, как бы, видите, мы тут работаем, присоединяем страны. Но у некоторых соседей всё равно фабрик больше. Тут же Турции там больше сотки. Так что нам нужно ускоряться как-то. А то нас могут даже перегнать. Мы, кстати, уже почти дошли полностью до секуляризма. Но здесь есть решения, которые нас в обратную сторону будут тянуться. Но они, конечно, хорошие. Ты смотри. Тут политка. Тут вот налоги плюс 5% мобилизация. Ну, давайте не будем таким баловаться. Мы всё же стремимся вот сюда. Вот, чтобы полностью все бонусы получить. Так что, давайте вот сюда. Так, и насчёт, кстати, Саудовской Аравии. Здесь 42 из 100. Мы когда серию начинали, там сколько было? 44 вроде. Это пипец. Я столько денег потратил. Тут 12,5, ещё раз напоминаю. Я каждый раз это прожимал. Раз в 18 дней. Это пипец какой-то. Это обман. Я, да даже если сейчас присоединю. Я когда куплю эти деньги потраченные. Давайте разбираться с Саудовской Аравией другим образом. Тем более я накопил уже 90% влияния на неё. Вот нафига мне уже тут это самое, её нефть. Если я могу всю страну забрать вместе с этой нефтью. Шанс успешного переворота, правда, всего лишь это 32%. Я тут, конечно, пробовал манипулировать политикой, но они быстро разгоняют национализм до 30%. Ого, денег у них уже 3 триллиона 700 миллиардов накопилось. И, кстати, деньги они сейчас теряют. Давайте рискнём. Там, скорее всего, начнётся гражданская война, потому что шанс 49%. Но поучаствуем в стороне восставших. Давайте. И? Получилось. Получилось сделать переворот, да? Республика Аравия, да. Фух. Не, ну я на самом деле был готов к войне, потому что, ну, потому что шанс был высокий. А мне обычно так не везёт. Поэтому можно было, конечно, войска там отправить. Мы тут, в принципе, можем отправлять. Она же не империализма стоит. Вот. Мы можем отправлять много войск благодаря вот этому. Поэтому, я думаю, затащили бы. Ну, проблема решена более простым способом. Так, здесь националисты. Теперь, значит, можем что взять? Экономическая эксплуатация. А далее сделать марионеткой. Всё. Тодуская Аравия наша марионетка. Да, мы сейчас, конечно, нефть напрямую не контролируем. Ого, кстати, у них расходы сразу минус 15. Мы позабирали часть, конечно, экономики. Напрямую не контролируем, но Пакистан присоединяем, получаем их экономику. А чем у нас больше экономика, тем проще присоединять наши марионетки. А тут у них статус вот такой. Очень близок к свободному государству. Что-то как-то сейчас сложнее стало. Раньше, когда марионетишь, не было так всё жёстко. Что совсем чуть-чуть добавить, и всё. И они опять свободны. Раньше там статус был не такой высокий у них. Насчёт, кстати, Украины. Здесь есть теперь две Украины. А чё нет-то? Вот это. Украина за единую. Украину партия называется, является марионеткой России. Видим стремление их. А что здесь? А здесь Петро Порошенко дальше сидит. Ну, как-то... Вот тут столица Винница, тут Днепр. Да. Ну и тут ещё. То есть федерация пропала. Вот таким образом у страны здесь всё это получилось. Я не знаю, может потом я просто консоли всё отдам. Пускай пока так посидят, может быть, они потом как-то объединятся. Всё же стремление мы видим. Я не хочу это так оставлять. Потом, скорее всего, консоли отдам. Кстати, сейчас я ещё произвожу глонассы. Скоро будут готовы, но мы их не сможем отправить, пока я не произведу ракеты-носители. А они... Да, они скоро произведутся. Да. У меня же их нету там вообще никаких ракет-носителей. Да, вообще ничего нет. Ну ладно, я тогда поставлю потом ещё. Производятся другие спутники и заодно запустим. Мне главное, конечно, глонассы отправить, потому что от глонассов самые вкусные бонусы. А нам никто не хочет давать доступ к спутникам. Кстати, у нас глонассы будут самые лучшие в мире, что ли? Потому что у России вон 7%, ну 8% почти. У китайцев 1%. У американцев там лучше всего должно быть 14%. А я глонассы делаю. Какого года? 15-го. Причём много. 100 штук. Да, у нас ракеты-носители 2005 года, там надёжность. А 80% не прям хорошие, но лучше, чем у вот этих старых ракет. Так что долетят только 80 спутников. Всё равно это много будет. Это бонус раскроется по полной. Что у нас здесь дальше получается? Нам нужно влиять на Иорданию. Тогда откроем связаться с Альхамси. Лидер иорданской партии БАС надёжный и скромный человек. Мы окажем ему и группе вас сторонников полную поддержку, вооружив их, а направив несколько иракских военнослужащих для Канзани помощи в сержении режима Абдуллах 2-го, который нас ранее оскорблял. Я вообще бы нафиг захватил эту Иорданию. Но давайте пока что вот таким способом через сюжет, который нам предлагает игра делать, пошли влиять. А с Ираном, я думаю, 100% будем воевать, потому что да, тут другого способа у нас не будет. Я, конечно, выйду вот сюда, вот свяжусь с Пит, но это для Израиля. А вот это для Ирана, это вот партия. Так что, может быть, как-то и без войны получится. Там, где у нас игра предполагает разборки сюжетные, то я стараюсь уже их в первую очередь. А всё остальное мы успеем захватить, потому что, допустим, на Турцию, я так понимаю, у нас сюжетных тут разборок нет вообще. Тут с Курдами тоже что-то можно разобраться. Но это другие партии. В нашей здесь ничего такого нет. Так что с Турцией, ну, у Турции, понимаете, она в НАТО. Поэтому как-то вручную с ней воевать не хочется. А вот через переворот, будь сюжет, это было бы неплохо. Так что можем, в принципе, в Египет пойти, туда вот ещё куда-нибудь. Посмотрим. Ну, кстати, НАТО как-то что-то такое скромненькое, на самом деле. Балканы не состоят. Франция не состоит. Финляндия у НАТО, кстати. Но всё равно, чтобы с НАТО нормально воевать, нужно и до Америки добраться, и как бы ещё до Италии, с Испанией и Германией. Но здесь есть Франция. А вот если её как-то подчинить, тогда у нас открывается фронт с тремя вот этими государствами, которые 100% придётся захватить, если будем воевать с НАТО. Но сейчас мы влияем на Иорданию, я бы не прочь повлиять на Францию. И либо её захватим вручную. За Курсаку, например, решим повоевать, захватим всю Францию. Но чтобы её захватить вручную, до неё тоже нужно добраться. А это можно сделать через высадки. А у неё флот хороший. У нас 14, у них, ну, где-то 50 кораблей. В принципе, если забрать корабли Ирана, корабли Саудовской Аравии и Пакистана, тогда мы сможем соперничать со флотом Франции. Просто не хочется её через маринетку как-то подчинять. Мне кажется, интереснее будет вторгнуться с Алжира, кого-нибудь прямо вот сюда вот, захватить её. Но пока мы доберёмся до Алжира, там всё может поменяться. Но я думаю, этот план интересный. Так что, если вы считаете так же, отпишите в комментариях, как вы думаете, что нам здесь лучше делать с Европой. Потому что вторгнуться всё-таки прикольно. Но пока что вопросы у нас здесь есть другие. Как бы, я влияю сейчас на две страны. Понизить коррупцию можно, но политки станет меньше. Так, на Саудовскую Аравию забиваем, потом всё равно её присоединим чуть позже. Можно прожимать вот это вот. Но опять же, это недорого по политке стоит. Сейчас доход у нас 4 миллиарда с копейками. Налоги можно, наверное, даже не повышать, хотя хотелось бы избавиться от долга вот этого, который забирает почти лярд у нас еженедельно. Если я так вот сделал, ну, минус 100 миллионов. Налоги повышать на корпоративный сектор не хочется, потому что фабрики, они нам нужны, чтобы присоединять маринеток. Так что сидим пока вот так. Пока копится влияние на Аравию, надо будет, кстати, поинвестировать ещё. Мыши тоже получим, правильно? Так что и влияние быстрее получим из инвестиций, и потом, собственно, эти инвестиции получим себе. Ну, что тут я здесь в Саудовскую Аравию инвестировал, фабрики, офисы, тоже всё это получим. Когда её присоединим, видали, сколько тут понастроено? Это я тут постарался. Ну, они там тоже потом это использовали, но всё равно. А Саудовская Аравия не берёт фокус на увеличение автономии, поэтому мы с ней даже быстрее разбираемся, чем с Пакистаном. Ну, относительно, конечно. Видите, у них очки быстрее падают, при том, что Пакистан я застраиваю, а вот Саудовскую Аравию нет. Так что её, в принципе, можно тоже позастраивать, побыстрее её присоединить, или хотя просто там понизить теорию автономии, чтобы получать больше промышленности от неё. Она пока занимается областным переворотом. Вот, то есть как бы верхушку перевернули. Теперь давайте областные, потом районные, по улицам перевороты сделаем, правильно? Так, значит, а по фокусам ты уже почти всё взял, я смотрю, поэтому скоро пойдёшь в непрерывные фокусы. А здесь у тебя что будет дальше? Скорее всего, оно перекроется. А, ну вот ты расстояние от Америки возьмёшь, исключить интересы США, давай, хорошо. Но СГПЗ, оно всё ещё существует. В нём находятся Аман, ОАЭ, Катар и Кувейт. И их тут, кстати, американцы не гарантируют. То есть, в принципе, можно повоевать. Но то же самое Кувейт напасть. Да, гарантий от Америки уже нету. По фокусу мы можем там напасть на Кувейт. Вот таким вот образом. Так что давайте разбираться. У нас была проблема разбираться с СГПЗ, потому что, ну, было крупняк такой. А теперь этот крупняк наш. И через него можно дойти и до остальных стран. Участник этого Альянса. А у нас, кстати, проблема теперь с рабочими руками наоборот. Раньше была безработица 20%, а теперь рабочих рук не хватает. У нас выполнение работ среднее 78%. Безработица 0%. Это ужасно. Не хватает для офисов 6%. Ну, опять с копейками. А для сельского хозяйства вообще нет работников. Никто не занимается сельским хозяйством, потому что некому. Капец. Кстати, а экспорт ресурсов 0%. А, 0,43 копейки. Короче, я вам забыл сказать. У нас пропало государство Рантье. Причем оно пропало, как только я понизил уровень автономии Пакистана. То есть, там ты Рантье занимаешься, в первую очередь, продажей ресурсов. И когда у тебя эти ресурсы занимают сущую долю экономики. Но когда я понизил уровень автономии Пакистана, мы забрали часть его экономики. И теперь у нас экспортная экономика, она уменьшилась в процентах. А обычные там, например, офисы, фабрики, они увеличились. И поэтому Рантье пропало. А Рантье давало огромные бонусы на продажу ресурсов. Видимо, такие, что теперь мы вообще ничего не можем продавать, правильно? 43 копейки от продажи нефти. Это пипец какой-то. То есть, без Рантье реально продавать и зарабатывать на ресурсах нереально? Ну, смотри, 0. Капец. А я хотел ощутить всю прелесть вот этой и в этой нефти Саудовской Аравии. Тут при чем-то, смотри, у них еще не полностью инфраструктура прокачана. Если сделать вот так еще плюс 26. Красота какая, а? И у Кувейта тут 142. Тут же еще тоже нефть. Вон сколько. Не, ну может быть, когда мы получим прям столько нефти. Но если мы за столько получаем 43 копейки, и то не всегда, то такое себе. Ну, фабрики. Да нам хватает и этого уровня продажи нефти, чтобы получать фабрики. У нас покупают Македония, Пакистан и Руанда. Так что продавать столько ресурсов вообще смысла нет. Можно даже понижать наш уровень. Ну, пока ладно, я рассчитываю на лучшее. Может быть, получим нефть, тогда у нас опять орантье как-то вернется. Хотя ни разу он не возвращался, сколько я играл в этот мод. Никогда такого не было. Но посмотрим. Так, значит, из-за этого, кстати, доход упал сейчас, троечка. Был там вот под десятку даже. Инвестируй в Орданию, да, Абдулла. Я тебя помню. Ах, ты отказываешься. Ты смотри на него. А ну, а гражданскую фору. И что здесь, а? Мы, конечно, посрали здесь. Да, починил соседа, не нравится, но чтобы ты прям отказывался. А, у тебя денег нету и долг большой. Так давайте помогу. Да, держу. Ты какой, а? Хмурится стоит. Понятно с тобой все. Разберемся, ладно. Хотя, может быть, ты хочешь немножко техники? О, все нормально. Теперь 18%. А нужно там нам 40 или 20? 40, ну ладно. Так, здесь еще у нас протесты. Да, ничего страшного. Ого. Скорость 3, что минус на 50 или бы 150 дней. Давайте первый вариант я, пожалуй, возьму там на 100 дней. Потому что принять требования я не могу. Если я это сделаю, у меня доход в минус улетит. Тут серьезные требования, так что давайте все-таки первый вариант. На 100 дней, да, но зато хоть и не на 150. Там шанс 62%. Потерпим. Мне главное не быстро строить фабрики, а просто их строить, чтобы снижать экономию. А достраиваются они или нет, это вообще роли никакой не играет. Кстати, сейчас присоединяем давайте Пакистан. Посмотрим, как изменится наша экономика. Доход сейчас 3 500. У тебя по деньгам долго нету. Прекрасно. Ну так я ж постарался. И 800 миллиардов. Великолепно. Берем, присоединяем, получаем эти деньги. Можем сразу их пустить на покрытие долга. Давайте. Ну где-то, наверное, вот так вот соточку себе оставлю. А нет, вот так, 50 оставлю. Ну что вообще копейки платить? Я эти 500 миллиардов вообще не чувствую. 86 копеек платить каждый раз, даже трогать не буду. Итак, получаем здесь мой флот. Прекрасно, давай. Сейчас у нас кораблей уже 34 штуки. Скоро догоним Францию, если она, конечно, их там быстро не сделает новые. Получили еще войска. 69 дивизий. Офигеть. Это же сколько денег содержать стоит? Получаем 8. 9 даже. Ага. От налогов хороший доход. А что у нас по поводу безработицы? Нифига себе, 58 процентов. Я только рассказывал, что у нас не хватает рабочих рук. Тут население же, ну, да, это же Индия уже. 41 миллион. 6 миллионов. 3... 35 миллионов. Пенджабе 36 миллионов. Это только центральный пиджаб. А если весь пиджаб посчитать, то там вообще пипец. Северный 23 миллиона. 23 в Хабберпид... О, что там, да. Тут в этом огрызочке маленьком почти лям вообще находится. Здесь Гилгити миллион. Это капец, какое население. У нас там 2 миллиона, тут 8, почти 9. Ничего себе. Так что да. Нас кидает из крайности в крайность. Но, как бы, в любом случае, сейчас... Ой, включаешь интересы США, молодец. Давайте разберемся с Саудовской Аравией. Здесь население, конечно, тоже хорошее, но промышленность, она больше, чем население. И я предполагаю, что здесь, в учетом того, сколько я понастроил всего, тут уже не хватает рук точно. Так что нужно Саудовской Аравии тоже присоединять. Застраивать Саудовскую Аравию я здесь с фабриками. Хотя, наверное, стоило и офисы. Потому что у нас же продажа ресурсов... О, подожди. 7 миллиардов с половиной? Мы сейчас нормально продаем нефти. Ага. А мы же что, стали снова рантье? Нет, если бы мы стали рантье, мы бы сейчас продавали за лярдов 20. Нет, это просто сейчас мы получили так много нефти, что в итоге много продаем. Да, тут инфраструктура прокачана. Хотя нет, ты смотри, 26 нефти. Мы так много... Мы мало получили нефти. Почему у нас вдруг нарисовался опять вот такой экспорт? Вот сейчас он пропадет? Если пропадет, будет плохо. Потому что сейчас из-за него мы как раз в такой хороший плюс выходим. Ну ладно. В любом случае, фабрики всегда нужны, так что строим их. Они тем более еще и деньги приносят, пускай не столько, сколько офисы. Но все равно. Так, сейчас, значит, понижаем уровень автономии Аравии. Опа. Теперь State of Arabia. Вот так. Россия нападает на Люксембург. Начинается. Ай, что не компания, так Россия сначала нападает на Люксембург, а потом, а потом, ну, Люксембург-то же не в НАТО, а в НАТО. Так, уже потом и не надо. Россия начинает воевать с НАТО. Граница есть. В Инстурции нету. Граница есть вот здесь. Вот здесь. И Сфинляндии. Давайте, наверное, сейчас я все-таки Украину через консоль объединю. Потому что это безобразие. Это какая-то фигня полная. Чтобы все было эстетично, сделаем это. Ну и давайте в следующей серии посмотрим, что из этого получится. Присоединим в Савдовскую Аравию. По на захватом наших соседей. Будем двигаться на запад. Подскажите насчет Франции. Если, конечно, ее же в войну не втянут. А наш Невинато нет. Так что сюда тоже впрыгнем. Примем участие в этом всем конфликте. И будем двигаться дальше там по сюжету. А пока что. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классный бонус. Также играйте в мультиварной квартире. Просто общайтесь на наших серверах. Здесь в корни в описании. Ну что ж, с вами был Эмбро. Спасибо большое за просмотр. До встречи.